Павел Николаевич, вы удовлетворены решением суда? Как же можно этим быть удовлетворенным? Естественно, решение суда абсолютно неадекватно. Тем более, этот же суд 9 месяцев назад рассматривал это же дело и признал, что никаких долгов у директора совхоза перед совхозом быть не может. Причем это так очень хорошо обосновал. А потом КСССР взял это мило решение, потому что не была проведена экспертиза. А сегодня в одно заседание, без всякой экспертизы, тот же самый суд, который признавал о том, что никаких нарушений не было, признал совершенно противоположное. И заселил решение арбитражного суда Московской области. Поэтому мы не удовлетворены. Сегодня многие выступающие на уходы в суд говорили о том, что единственная причина, почему совхоз именили не разоряют, потому что Павел Николаевич был реальным кандидатом в 2018 году, действующему президенту. Вы согласны с этим? Не согласованным имеется в виду реальным, потому что они все вроде как были реальны. Они же ходили ногами, что-то говорили. Но единственным кандидатом, который не был согласован где-то в верхах, был тот, который был выдан КПРФ. Это правда. Не был проектом Кремля. Я думаю, что сегодняшнее решение – это еще одно доказательство того, что скоро опять выборы какие-то. Потому что, судя по тому, что я вижу, никакого смысла принимать неправосудное решение не было. Если только не поддерживать рейдеров или тех людей, которые заинтересованы в развале совхоза. Никаких оснований признавали, что директор совхоза, выполняющий решение общего собрания акционеров, внесшей землю, которая стоила 2 миллиона рублей, в основной капитал фирмы, которая потом перечислила в совхоз 1 миллиард 130 и еще налогов 300 миллионов заплатила. Никакого смысла признавать, что дирекция совхоза нарушила что-то не было. Тем более, что половину земельного участка потом вернули обратно в совхоз. В общей сумме совхоз получил больше 2,5 миллиардов дохода и заплатил сумасшедшие налоги. Несмотря на это, абсолютно непонятным образом оказался и я еще нанес ущерб. А каким образом? Фирма Икея заплатила мне взятку, что ли? Икея такая фирма, которая взяток не платит. Как можно было нанести ущерб? Поэтому все это вилами писано на воде. Но, значит, кто-то вверху, и это даже выше, наверное, чем какие-то депутаты Государственной Думы, Саблин и прочие, там, Полихата. Кто-то заинтересован в том, чтобы у совхоза возникли очень серьезные проблемы. Наш коллектив сегодня, он очень много людей приходило. Они готовят обращения Геннадия Ильича Зюганова, там другие, скажем так, структуры. Мы будем бороться до последнего. Вот, кстати, я всегда вспоминаю, когда мы были молодыми, вы-то не того возраста, как мы, мы очень часто слушали песню «Флаг над замком» Макаревича. Это как раз тот случай. Наши враги думают, что мы спустим флаг, откроем ворота и уйдем. Это просто сделать. Нет. Мы будем бороться до последнего. Будем просить помогать нам всех, кто неравнодушен к судьбам не только совхоза, а вообще всей страны. А вот технически, если люди сегодня в толпе кричали «ничего, мы соберем деньги», то есть другими никто и совхоз создавать не собирается, это можно как-то организовать? Мы сейчас будем обсуждать это, потому что это не такая простая вещь. Вот просто, чтобы было понятно, этот миллиард – это вообще большая проблема, прежде всего, для предприятия. Потому что как только этот миллиард появится в документах, сразу 200 миллионов налога на прибыль надо заплатить. Я неоднократно говорил, что наши враги – рейдеры, они же ведут наше предприятие к банкротству. Уверен, что мы выкрутимся. Но без поддержки людей, без поддержки КПРФ мы, конечно, не обойдемся. Мы сейчас придумываем разные варианты. Это связано с налоговой инспекцией и с вообще законодательством Российской Федерации, чтобы понести наименьший ущерб. Но я думаю, что мы найдем варианты, которые позволят нам, по крайней мере, сначала растянуть это все, а потом выйти из этого положения. Мы же потратили 2 миллиарда на школу. Он говорит, что может быть что-то не построим. Может быть меньше получат жители нашего поселка. У нас есть одна мысль, которую я после того, как обсужу с Генеем Андреевичем, с нашими коллегами, с акционерами, которые тут, я напомню, 25 лет эти люди не получали дивидендов. И понятно, что вот эта рота Агра и ее хозяева не идут не за дивидендами, они идут за развалом всего предприятия, за землей. И еще раз актуально вот это предложение, что заберите у нас землю в государство, дайте нам в аренду на 99 лет и отстаньте от нас. Мы будем спокойно работать. Но пока государство не хочет этого делать, чиновники, потому что на переводе земель и сельхоз не сельхоз. На продажи земель таких вот, как мы, помните этот тракторный марш, мои друзья из Кубани, они же ехали, потому что им не давали работать на земле, отбирали всяческие события, которые в Кущевке происходили. Сейчас они, кстати, до сих пор происходят там. Поэтому мы будем бороться за нашу землю, потому что это не средство наживы, это не товар, это средство производства. Мы тут будем жить. Кстати, вот эта вот династия Грудининых проработала здесь 286 лет. И у нас огромное количество таких ребят, которые работают дед, отец, сын, внук и, в общем, вот эта вот плеяда, так называемая, династия. У нас их очень много. Поэтому мы собираемся дальше, чтобы наши внуки работали здесь и правнуки здесь работали. И не собираемся ничего никому отдавать. Это обыкновенные оккупанты, но поддержанные, к сожалению, вот судами. Сегодня из находки, из Дагестана, отовсюду пишут комментарии, мы с вами. Пишут о том, что проблемы с властями, которые игнорируют мнение людей, повсюду. И, по-моему, вся страна просто охвачена вот этой лихорадкой. Понимаешь, мы только что изменили конституцию, как будто бы, на нашей власти. А беззаконие осталось прямо вот после этого голосования. И все мы, вот эта вот старая тема, которая была при царизме, о том, что от тюрьмы, от сумы не зарекайся, она так и осталась в России. Если ты не угон у власти, ты должен не зарекаться ни от тюрьмы, ни от сумы. Вот ситуация с Николаем Николаевичем Платошкиным или со мной, она ярко показывает, что если захотят, как был бы человек, а статья найдется, это не Сталин сказал. Это как раз вот сейчас происходит. Поэтому мы будем бороться до последнего и, как я сравнивал свой коллектив, с защитниками Брестской крепости. Да, могут предать, но большинство будет стоять до последнего и не отдаст свою крепость. Сегодня говорили о том, что даже Рашкин говорил, что мы даже соберем людей и будем стоять вокруг и не пускать никого, даже самим физически. Как вы думаете, это близко вообще к этому? Нет, ну это же было уже. Мы с тобой помним 19 марта, когда тут встала две дюжины, а то и больше этих судебных приставов, совершенно нарушая закон, а вокруг них встала человек 300 народу, и приставы ничего не смогли сделать. Поэтому, может быть, и так будет. Но мы же хотим... Знаете, как тут последние события показали? Мы не бойцы. Наша работа — это пахать, сеять, убирать, доить, производить землянику. Но если нас доведут, ну, наверное, что-то может такое произойти. Но это уже весь народ. Ты же видишь, какой накаленный народ вообще везде. И сегодня маленькая женщина, очень такая хрупкая, бухгалтер, приходит и говорит, а может, давайте Каширское шоссе перекроем? Я говорю, успокойтесь, я вас прошу, не надо этого делать. Понимаете, люди доведены до отчаяния. Они видят, что кругом несправедливость. Кругом какое-то удивительное невнимание к мнению граждан, жителей, просто своих земляков. И это их бесит. Где-то в Шиесе, где угодно, находки. Где-то здесь, в Подмосковье, у нас здесь. Сколько этим чиновникам не говорили, что нужно делать. Они будут делать совершенно по-другому. Воровать, врать, грабить людей. Но мы не сдадимся. Мы будем бороться до последнего. Павел Николаевич, считаете ли, что вас просто понуждают войти в большую политику? Потому что так вы заняты землей, земляника, решением проблем нашего поселения. А здесь вас просто этого лишают. И, как сегодня говорили люди, что Грудинин объединил и левых, и правых. И все поверили в то, что есть альтернатива для России, есть альтернатива над Путином. Вот скажи мне, Иван Голунов, знаешь такую фамилию? Конечно. Он объединил людей? На время. Ну подожди, объединил же, да? Да, конечно. Идеи, которые выдвигали КПРФ, национально-политические силы, Левый фронт и много-много всяких вот их сподвижников, сторонников, они объединили людей, это точно. Ведь на самом деле, то, что сейчас люди вспоминают Советский Союз как благо, социалистическую действительность, как то, к чему надо стремиться, это объединение. И люди все больше объединяются вот на этих принципах, которые мы провозглашаем. Ну, конечно, нужны лидеры. Конечно, у нас вроде как тех, которые при репрессиях любят больше, чем тех, которые в миллиардах наши, скажем так, оппоненты. Дома на Рублевке, самолеты, яхты, огромные дорогие автомобили. И говорить о том, что директор совхоза, который ездит на машине, который 8 лет, который каждое утро в 7 часов утра уже на работе, а в 7 вечера еще не дома, который ходит со своими детьми в те же детские сады и школы, говорит, что он вот этот враг, олигарх, миллиардер. Все уже поняли, особенно после того, как мы разделили имущество с моей бывшей супругой, что никаких миллиардов, а теперь уже и миллионов у меня нет, у меня теперь долги только. Но у меня есть главное, у меня есть коллектив, есть люди, которые меня поддерживают. И я думаю, что с этими людьми мы преодолеем все трудности и будем просто стоять вот этим вот врагам, которые разворовали, разрушили нашу страну. Павел Николаевич, несколько слов для людей, которые сегодня смотрели стрим, туда пришли, просто болели. Сразу скажу, во-первых, я не потому, что не хотел с ними вместе там быть, а потому что у нас действительно мы сегодня опять собрали рекордную цифру, 80 с чем-то тонн, сейчас еще до конца не посчитали, сколько уже больше 80 тонн земляники. И у нас тут такая ситуация, директор не может просто отойти. Но я временами смотрел, как мои коллеги сидели и смотрели этот стрим, потому что я все время бегал, занимался работой. Но я хочу сказать огромное спасибо всем тем, которые пришли сегодня поддержать. И не только пришли, которые писали смс, которые звонили, сегодня телефоны разрывались от того, что все звонили и говорили, что они нас поддерживают, переживали, а потом негодовали по поводу вот этого решения. Так что огромное спасибо всем тем, которые действительно, ну скажем так, с душой относятся к нашему коллективу, к совхозу, к нашей земле. И я вас заверяю, мы не сдадимся и будем всегда на стороне народа и делать так, чтобы не только хорошая продукция, но и прекрасные места, которые многие москвичи оценили и гости столицы, как места отдыха, чтобы они были всегда бесплатными, развивались. Но вот после того, как мы с коллективом обсудим то, что произошло, у нас там есть одно предложение, о котором мы должны рассказать, что мы хотим сделать, чтобы вся Россия поняла, что народное предприятие совхоза Ленина будет существовать еще следующие сто лет. И что его никто никогда не разрушит. Так что я думаю, что завтра, послезавтра мы еще встретимся. Спасибо вам огромное. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...